Девушки отдыхают Виталий Милонов борется с геями С развратом И предупреждает Запад Он должен был спуститься в шахту А поднялся на высший пьедестал Я понимал, что я должен выбрать другой путь Шахта это не для меня История борьбы и успеха Парня из сибирской глубинки Доброй ночи, друзья! С вами снова я, ваш Джон Уоррен И программа «Мужское достоинство» То, что вы увидите сейчас Просто не укладывается в голове У нормального человека Как это возможно, чтобы в Европе 21 века родители спрятали детей Чтобы их спасти От сумасшедших спецслужб Бред? Нет! Очень даже серьезно Дамы и господа, которые смотрят это видео Пожалуйста, помогите! Социальные службы полиции Голландии в панике Уже месяц они не могут найти маленького мальчика Который сбежал из приюта Где он? Не знает никто Может, его прячут за границей А может, в одной из этих квартир Полиция, не издевайтесь над моей мамой Моя мама ничего не знает Вот он, 11-летний Сильвана Бантека Только в этом году он сбегал из приюта 9 раз К маме А забрали его туда сотрудники Йогзорх Спецслужбы по защите детей в Голландии Отняли у мамы только потому Что учителя в школе посчитали его слишком умным И не смогли с ним справиться Этого оказалось достаточно Восемь полицейских пришли в дом Чтобы забрать одного 11-летнего мальчика Потому что каждый ребенок это 40 тысяч евро Арнольд Херче профессор, уважаемый в Голландии человек Год назад он узнал о беспределе органов Как бы защиты детей И начал открытую войну Они угрожают мне Угрожают мне постоянно Это бизнес чистой воды Для них дети это продукты Товар Джон Сибрифилд, адвокат семьи Сильвана Тоже считает, что страшная организация Под названием Йогзорх Под благовидными предлогами Зарабатывает на детях Соседи, школа, бывший муж Не могут донести на мать ребенка Конечно, доносы могут быть и хорошим средством Когда детям угрожает опасность Но, к сожалению, очень много случаев, когда детей забирают, не особо разбираясь У Елены Антоновой, которая перебралась в Голландию из Латвии Двух близняшек, Настю и Колю, сотрудники Йогзорх Отобрали только потому, что они говорили на русском языке Угол забили, да, я вот так вот сидела Спину я их закрывала Сюда и полицейские залетели Это фашисты, это узаконенный фашизм С тех пор прошло почти три года Если бы не поддержка старшего сына Елена могла просто сойти с ума Не могу мать одну оставить Так как вернуть моего брата и сестры, это главное Просто не могу допустить, что я там буду строить какую-то свою жизнь А не Бог будет терять годы своего детства в интернате Его преследовали, арестовывали, угрожали расправой Но он боролся с еще большей силой Изучил все тонкости права, законы, нашел адвоката Рейхар Скала уверен в незаконности действий соцзащиты Помочь семье Антоновых против Йогзорх Он считает своим долгом не только адвоката, но и мужчины Они не хотят возвращать детей, потому что не хотят признавать ошибку Что детей забрали незаконно Я надеюсь, что дети вернутся домой в этом году У турчанки по происхождению тоже забрали ребенка Четыре года Нора Юрксевен совершенно одна в этой квартире Рисунки, фотографии и пустая комната Вот и все, что напоминает ей о сыне Я никогда не забуду этот момент Я смогла его только обнять, поцеловать и сказать пока Ее маленького Кана увезли, коротко сказав С вами сын в опасности Она выплакала все глаза Ребенка приживой, здоровой и, главное, любящей маме Отдали в приемную семью И почти год им не давали даже увидеться Они ему постоянно говорят ужасные вещи про меня Что это из-за меня его забрали Знаете, что они сделали? Они дали ему другое имя Его зовут Кан Они назвали его Кай Что говорить об иностранцах в Голландии Когда подданные короля Сами оказываются в ужасном, осадном положении До сих пор очень больно Ранада обратилась в службу защиты детей с просьбой о помощи Дочь сексуально домогались в школе Но вместо спасения ребенка стали обвинять родителей Мы здесь, потому что это вы издеваетесь над своей дочкой От этих слов мы просто обалдели Девять месяцев она жила как на иголках с единственной мыслью Сейчас придут и заберут моих детей Ты не можешь спать Ты не можешь есть После этого они с мужем создали сайт Куда обращаются пострадавшие от органов защиты родители Их уже сотни Это бизнес Потому что за один год Только за одного ребенка Который находится на контроле у бюро Йок-Зор Они получают от государства 8 тысяч евро Когда они забирают вашего ребенка из дома Это около 30-50 тысяч евро в год А другие люди в Голландии создали самое настоящее подполье В котором прячут детей от Йок-Зор Люди, которые пережили этот ужас на своей шкуре Будучи родителями или детьми Они организовали эту сеть Никто не знает, как она работает Потому что все совершенно секретно Именно из глубокого подполья и обращается 11-летний Сильвана Бантека К властям Голландии С одной просьбой Дать спокойно жить вместе с мамой Честно, я в шоке Я не могу представить, что пришли ко мне домой И отняли от меня сына За то, что я его учу русскому Или французскому Власти решают, как нам воспитывать детей Да это хуже фашизма Мы будем обязательно дальше следить за этой историей И сообщим вам Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...